Юсием приветствуем. В оградах мы сегодня мы продолжим играть в игру под названием Привет сосед 2. Соответственно мы доливаем чаёку, сажимся поудобнее. Сегодня у нас будет продолжение нашего головоломистого атмосферненького до немножечко лампового контента. Тобто в прошлой серии, где мы с тобой прошли локацию мэра. Ну вообще на самом деле мы начинали прошлую серию с того, что мы снова приходили к этому соседу. У нас был второй приход в этот дом. Вот сейчас он по идее будет прям третьим, если не ошибаюсь. А я могу ошибаться, потому что по идее ворон я тут не вижу. А вот это странно. Ну короче не суть. Мы с тобой прошли локацию мэра, она где-то находится за вот этим вот домиком, если я не ошибаюсь. Но его отсюда плохо видно, но он короче где-то там. Вот. Мы его также успешно прошли и получается в прошлой серии у нас даже было с тобой две локации. И сейчас же я не знаю сколько будет. Ну как обычно переходи по аннотациям с правильным углом, смотри простую серию, а я с тобой продолжу. В инвентаре у нас с тобой сохранились все предыдущие предметы, то есть лом, какой-нибудь орежек, который ложницы, огнетушитель и лопата. Вот эти две штучки нам по идее не нужны, но бои в том домике с тобой, между прочим, нашли ключик. А ключик по идее единственный, где можно использовать только-то это здесь, вот в этом доме. Так я, если честно, уже что-то как-то не уверен. Потому что, опять же, здесь в игре показывается, куда тебе нужно идти с помощью ворон. Ворон? Ну, с помощью, короче, птиц. Птицы кружатся или веселятся, летают, как снежок в одной песне. И... тем самым тебе показывают, что где-то здесь тебе нужно. Я их, кстати, слышу. Я их слышу, что не вижу. И это одна, это одна веселая. Это дверь. Нет, это какие-то, походу, скриптовые. Слушай, ну, по идее, здесь же открыто все. Я, правда, не уверен. Там и все остальные тоже были открыты. Мы, когда в прошлой серии с тобой через пекарню вот это проходили, мы тоже видели там открытые двери. Ну, короче, давай так. Давай посмотрим. Я чисто. Предполагаю, что и здесь нам как раз с тобой нужно будет тусить. Слушай, а здесь какие-то куклы появились? Или я вас до этого не видел? Странная вещь. Ну, в принципе, ладно. Док, подожди. Но соседа я никакого не вижу. Скорее всего... Да, скорее всего, нам не сюда надо. А, нет, вот он сосед, он спит. А нам точно вообще вот сюда-то идти, или как? Ну, тут шестеренка, и здесь шестеренка. Да? То есть мы с тобой что-то здесь еще должны найти. Хорошо, пока я ничего не понял. Но я думаю, что мы с тобой все-таки определились, куда идти. Так, у нас здесь с тобой есть ключик гаечный. Давай, тебя выкинем. Ты нам явно не нужен. Надеюсь, сосед не услышал эту веселуху. Мы тебя можем закрыть и открыть. Ну, в смысле, никакого не вижу. Так, хорошо, что здесь еще есть? Здесь есть какая-то статуя, у которой одна рука, между прочим, сломана. Эта штука эта нас триггерит. Точнее, триггерит соседа. И здесь есть еще книжка. И сюда надо что-то поставить. Окей. Книгу мы с тобой активируем. А их всего тут три. Нам, видимо, последнюю книгу надо найти, вот сюда поставить, и мы ее активируем абсолютно всю вот эту конструкцию. Окей. О чем мы сюда поставили? А вот же книгу. Да и. Вот же с тобой книга. Слышь, как сосед еще не проснулся и не убил меня. Вопрос наберет, между прочим. Здесь все-таки интересное есть. Но я, правда, не уверен, что нам вообще туда надо. А, это окно. Это я понял. Ну, на руку тут запрыгивать я тоже не вижу смысла. Мы можем как-то с тобой сверху прийти. С крыш какой-то. Бок. Окей. То есть, мы с тобой видим одну... Голова. Голова медведя. Это раз, и получается вторая голова. Она, видимо... Да, и голова какой-то сведе или оленя. И она, походу, что-то активирует. Пока я, на самом деле, еще-то как-то без понятия. А что я вообще могу отвинтить? Что-то технически. Но пока соседа никакого нет, он спит. Давай проверим. Что у нас вообще здесь имеется? Это закры... А, вот. Так. Что-то новенькое. Что-то интересно. Сосед до сих пор спит, кстати. Очень интересно и очень удивительно. Опять у нас какой-то иной пришелелец, который показывают пальчиком. Замечательно. Что с ним делать пока без понятия. Здесь что-то можно приготовить. Здесь ничего интересного. Ну и смотри. Мы вроде как с собой открыли, но по факту... Здесь еще нет. Это какая-то... А, нет, здесь есть книжка. Книжка можем сейчас пройти и сразу же пойти активно. Правда, не уверен, что это прям... Нам сверхсильно необходимо. Ну, а что бы и нет. Так, последняя книжка. Давай. Ты что-то как-то это... Может, в определенном порядке каком-то. Но это было бы оголупо исчез. Ну, знаешь, что я сделаю? Попробуем их все деактивировать. Там интересно то, что идет загрузка. А загрузка это мини подфриц такой. Так что... Это не... У меня лагает. Это такая вот херня. Нет, ничего не происходит. Ранная вещь. Очень странная вещь. Ну, в принципе, ладно. Может быть, потом как-нибудь с этим определимся. Нам пока нужно... Это... Узнать, где можно найти голову медведя. Где можно найти голову оленя. И, возможно, еще какое-нибудь сирене. Ну, здесь, я как понял, больше. Чего не имеется. Здесь единственное, что только была, это книга. А нет, смотри, мы с помощью лома здесь можем взять и вот эту штучку переломать. Я, правда, не уверен. Нафига нам это? Ну, типа, почему бы идет? Боже, он взять и вот так перепрыгнуть. Мы будем лосами. Ну, и, в принципе, на этом все. Как хорошо. Есть еще вот это место. Здесь вроде как тоже ничего не имеется. Здесь тоже ничего не имеется. Здесь можно включить. А может, там где сосед дрыхнет туда, что ли? Здесь мы уже с тобой смотрели. Правда, здесь фотоаппарат. Фотоаппарат мы просто с тобой взяли. Да, ну, мы сюда как раз с тобой ходили. Узнали про мэра, кстати, вот он сам мэр. Вот. И, как бы, все. Больше, как бы, я ничего не вижу здесь. Кстати, до сих пор дрыхнет. Пресс. Есть, кстати, вот это гиря. Опять засполнилось? Да, фига, козе, баян. Допустим. Здесь мы с тобой все посмотрели. Ничего у нас больше с тобой не активируется. Тут мы ничего с тобой взять, скорее всего, не сможем. Остается только искать то, что можно отвинтить. С помощью нашего ключика. Чело. Имеет ли смысл тебя тушить? Огнетушитель-то есть. Ну, можем мы как бы это сделать. Но огнетушители здесь просто так не валяются. Поэтому... Поэтому, на самом деле, не уверен. Ты же проснулся, что ли? Разбудили его, смотри. Тебе смотри, разбудили соседа. А тут фигово, кстати, на самом деле. Было бы сейчас очень интересно побегать тут без соседа. Но, в принципе-то, и ладно. А он обратно спать идет. Да, походу, мы его разбудили. Он такой... Эх, козлы, блин, бегают по нашему дому. Залазят на всякие разные приколюхи. Пойду обратно трекнуть. А что? Ну, будем знать, что... Он может за нами побежать. А, здесь, по-моему, есть вот такие локации, где-то. А когда все-то, кстати, пройти, нам, видимо, весь прикол в том, что вот сюда куда-то и надо. Как это сделать, пока без понятий. Так, хорошо, туда. Туда это просто, опять же, посмотреть само вот эту вот клетку, да, как я понял. Ну, в принципе... Ну, практически, да. Это мы... Ладно, фиг с тобой золотая рыбка. Мы, наверное, куда-то вот сюда опять идем. И смотрим. А вот еще что-нибудь даже и найдем веселое. Потому что единственное место, куда можно как-то пройти... А это только там. Через чердак. А чердак закрыт на ключик. А, ключик, реально, просто где находится. Ну-ка, а бы вообще вот сюда вот заходили. А может быть, что-нибудь там и найдем? Так, хорошо. Ну, здесь ничего нету. А еще за фодарики такие веселые, подсказочки? А, кстати, заодно тебе покажу. Да, вон он на сапняк мэра. У него, опять же, плохо видно, но, короче, за этим дерьмом. А как я? Здесь ничего интересного. Возвращаемся обратно. Блин, вот самое печальное, что в этой игре иногда... Вот загадки такие, знаешь. Не... Интуитивно понятные. И, по-моему, додумайся... Кое-как, крын просвежь, как. Это, кстати, сейчас не начало о том, что я нихера не понимаю. Это просто к слову было. Так, хорошо, здесь мы ничего особо такого с собой не видим. Есть вариант, куда можно пройти. А там, походу, как вот этот... Хорошая, есть новаяки, короче. Иди сюда. Здесь никого нету. Он прямо сейчас слов совсем никого. Так, а ты все? Ты теперь будешь ходить, бродить и веселиться здесь. Ну, совсем понял, куда он там убежал? Здесь, что ли, ходит? Не понял, X3. Да не, он до сих пор где-то бегает. Правда, где я, как я этого прослышу сейчас с ним? Ой-ой-ой. Ну, он сюда же сейчас побежит, да? Ну да, сто процентов. Да. Зайди сюда, спасибо. А, он все-таки меня спалил или где? Да вали отсюда. Да, все-таки он, походу, подозрительно относится к этому шкафчику. Ну, открывать не хочет. А, на самом деле он... А, нет, открыл, смотри. А скирали, насрали, ты открыл. Ты ж меня, типа, не спалил уже. Ой-ой-ой. Я из-за одной еще у меня все отнял. А что он у меня еще отнял? У меня отнял, ну, это, нужно. Ой, да, забирать их обратно. А куда мы можем с тобой пятачок пойти? Ой, гирю нашел. А что ты ее держишь? Положи ласточку на место. Может мне понадобиться. Или ты решил позаниматься? Или ты мне показывай то, что сейчас меня этой гирю убьешь, някер? Ты смотри, где вручу, и так... Не, гирю обратно понес. А я же ее никуда не кидал. Ты чего такой, это... Поддерный. Так и... Но он почему-то начал теперь откровенно бегать. С стороны в сторону. Сы... Ну, почему-то, короче, его-то где-то... Так, да он сейчас туда прибежит. Айда, прятся. Так, мы здесь, может быть, что-то с тобой, это... Блин, слушай, а нам-то, между прочим, это... Что нужно целого? Как эта штучка называется? Ключ вот этот? Машина. Машин еще нету. Вроде бы... Вроде бы... Она это... Вот здесь еще, может быть, что-то такое. Надеюсь, что он сюда сейчас не прибежит. Да-да. А, дед, смотри. Здесь глава. Бана причем. Это, правда, штучка подлагала. Окей. Так. Голову первую мы нашли. Тебя мы открыть не можем. А очень, кстати, бы хотел. Ладно, давай тогда свалим отсюда. Тебя не видишь? А, проще не видишь? Я твое воображение. Слушай, а куда голого кабана можно прифигачить? Вопрос на миллион, между прочим. Но ты не кабан, ты медведь. Ты тоже как бы не кабан. Видимо, что-то я пропускаю. Правда, чего конкретно я без понятия. О, он обратно спать пошел. Ой, ты какой молодец. Посраться какой молодец. Так, хорошо. А я, пожалуй, все-таки пойду и смотреть. Кабан? Ну, как бы глупая херня. Выглядит странно. Ты кабан? Ой, слушай, а ты кабан, по-моему. Да, я тебя все-таки за часа оставлю. А здесь еще рыба какая-то. Или русалка. Ну, короче, какая-то еще херня. Да, действительно, смотри. Окей. Чем мы с тобой имеем, Пятачок? С тобой мы имеем вот эту штучку, которую почему бы и не взять, а можно внизу и что-то там поноткрывать. И, в принципе, книжки с тобой имеем. Че еще можно? Где еще мы можем с тобой что-либо найти? Какой-нибудь тут веселуху новую не показывают? Вообще-то ничего не показывают. О, тут какая-то... Слушай, а мы тут... Мы с тобой ни разу тут не проверяли. А тут проход есть какой-то. И вулон, мама, открыть. Куда-то мне сейчас неожиданно повезло. Антенна. Видимо, для того, чтобы ее поставить, и у нас работали эти... канавы. Да, прикинь, как фортануло-то. Нам бы осраться, как фортануло, потому что я бы до этого вообще бы не допер. Накрашу. Допустим. Но антенну мы куда можем поставить? Только куда-нибудь наверх. А ну да, я помню, где-то она там... Слушай, а мы ее, по-моему, ставили. Либо я забыл, либо санки нет просто. Мы, по-моему, ставили с собой вообще ее. Ой, кстати, вороны появились. Мы с собой ее вроде как куда-то ставили. Ничего нам это вроде как не дало. А нет, мы сюда просто приходили, смотрели такие... Здесь что-то круто, черта, вертится. Но при этом ничего не работало. А теперь главный вопрос. Как определить, что все должно быть правильно? Все. Да где эти вороны? Они пойди тут, должны быть прямо над нами. Вопрос... Как я должен понять... Не, ну допустим. Яйкс, яйкс. А я тут даже прошел неправильное место, да? Так, хорошо, здесь мы пройти с тобой не можем. Да он как бы не работает. Он не работает. Вот такое себе. А можно как-то это... Может где-нибудь тут что-нибудь подскажет нам? Ну, звук какой-нибудь странный еще происходит. Может дождемся еще раз его? Он еще раз пару секунд, короче, идет. И что дальше? Ну ладно. Давай все-таки свалим отсюда нафиг. Так, хорошо. Мы с собой выселим. Первое. Тут нужно как-то активировать... Как его... Телевизор. Только как вот эти вот антенны поставить, конечно. Может быть, нам он подскажет. Мол, он скажет, ты все правильно сделал. Красавец, все дела. А может и неправильно. Ну вообще, на самом деле, такой бы момент скипануть, пока я там не найду типичное расположение. Потому что, ну, я сейчас ничего интересного не буду. Я сейчас буду... Или может быть, это где-то все-таки подсказывает нам. Или может мы что-то неправильно собрали. Блин, тут слишком... Ну, такие вот варианты, конечно. Был такой. Давай, пусть будет такой какой-то. Короче, ладно, давай маги монтажам. Сейчас я найду... Правильно из этих вариантов. И... Когда найду, включусь. Ах, хорошо. Я пощадил. Правда, я немножко навернулся с этой крыши. Ну, типа нормально. Я что-то получил. Ак. Это первое. Первое, это огонь. Второе, это получается... Свитый щек. Третье, это Сатурн. А четвертое, это сейчас что с залом я пойдет? Ты еще так неожиданно эту камеру переломал. Так, подожди. Когда возвращаться? Огонек. Это... Цветыечек Сатурн. Огонь, цветыечек Сатурн. А в какой последовательности? Слева направо, справа налево? Куда? Где? Так сюда нам не надо. Так, хорошо. А, в какой последовательности смысле? И что у нас там было? Был огонь, цветыечек и Сатурн. Ну, смотри, вот она голова. Какая? Ты у нас не проснулся еще, но это хорошо. Мы с тобой что-то активировали. Точнее, как что-то активировали. Поставили две головы. А куда третью? Вот это вот русалки или что это такое? Ну, есть еще, правда, одна комната, куда мы с тобой не ходили пока что. А, ну вот, да. Окей. Недолго думая, дошли ответ. Замечательно. Так, хорошо. Русалочка, которая рыба. А, счетер гордый. Давай тебя на место поставим. Законное, порадочное твое место. Да, смотри. Так, а у нас тут открылось. Я бы как-нибудь на превьюху бы взять. Ладно, я потом сам как-нибудь решу. У меня еще есть другая интересная идея, конечно. Ну, типа, ладно. Так, хорошо. А тут какой-то ребенок прям. Прям, посраться, какой ребенок. И какой-то культ. Окей, а то есть вы в каком-то культе. Культе весельщиков, которые поймали крокодила Гену. Козлы. Ну, или кого-то другого. Здрасте. А, ну, ребенок повешенный? А, нет, смотри. Запер ты ребенок. И вот мы нашли, типа, его этот в самолете, который он нам скинул. И это... А я думал, что девочка плачет. Да, и там было, типа, написано «Помоги». Ага. Боится он именно этого соседа. Войте, эрун бежит. Эдерна заперли. Замечательно. Замечательно. Так, хорошо. Умеющую крашнуться игра. Еще лучше. Так, сейчас тогда восстанавливаю. А как я... Я перезагрузил. Все нормально. Где блесать? Все нормально. Так, хорошо. Теперь мы тут заперты. У нас сразу же тут есть с тобой цифрыки какие-то веселые. Сумки есть, честно. Еще нет. Есть какие-то такие силушки. Красота. Сейчас, походу, откроемся и уйдем отсюда. А, мальчик не повешенный. Мальчик просто веселился. Там, где-то какая-то была подстава. Мы за живца, что ли, меня поймали? Тут двойка, кстати. Нет, ну в итоге-то и мочуган кто здесь был, между прочим. Так, окей. Это с помощью вот этой штуки мы можем взять и обрезать. Отрезать, все будет нормально. И что такое? А как я это могу сопоставить, вот эти все цифры-то? 5, 7... 2... А где еще одна цифра? Окей. 2 есть. Двойка есть. А потом что? Че-то как-то пока непонятно. И к тому же они перевернуты. А, она вот так вот выбирается. То есть, мы все это перевернуть должны. Пока не особо понял. Тем более... Цифра только в одном, кстати, расположении. То есть, у нас есть 5, 7, дальше есть 2, 5, 7, 2. Но там чуть-то не такой, как будто вообще. В кружочке тоже ничего такого прям сверхинтересного нет. Здесь как этот деревяшки, который можно было бы сломать, перегрызть и пролезть. Ну, в принципе... Ну да, мы и так досочны. Может быть, два раза в... Синяя? Вот тут только одна синий. А, я понял, походу. Зеленая это семерка. Зеленая это семерка явно. А дальше мы с собой уже можем споставить. Это 5. И вот, по идее, 7. Да, зеленая это семерка. Пятерка тут... Окей. Но, бету, двойка. 2, 3, 4, 5. Да, это у нас... И вот тут двойка. По идее. Но я все равно проверю. Да, двойка идет. Тут двойка. А там что у нас? Там нулик. Все. 2, 5, 7. Мы уже с тобой написали это. И дальше что? Даже с новым методом перебора? Только знаешь, что надо было сделать? В первую очередь надо было здесь что-то поставить. какую-нибудь цифру там, допустим, нолик. Так, ты там поставишь или где? Слушай, а может быть где-то тут будет что-то наподобие этого? Да, нигде ничего нет. Геннадий никуда не смотрит. Ты тоже ничего не показываешь. Кто-то зеленый и тут 4 пальца. А так их еще и тыгрит. Ну, тоже такой себе. Если что, Геннадий куда-то смотрит. Так, мне бы на самом деле здесь делать этот нолик. Так, нолик. Семерка. Восьмерка. Девятка. Во. А теперь все перебором что ли фигачить? Да что-то как-то не хотеть. А вот она, тройка. А то у нас красный или оранжевый. Блин, а то красный или оранжевый? Ну, по идее, это оранжевый. Да, это оранжевый. Ну, еще и получается все. Ну, давай тройка здесь сделаем. Там 0, 2, 1. Ну-ка, подожди, 3. Не, 2. Так, а все остальное перебором? Ну-ка. Где открывается? Ну, открылось. Как и довольно-таки быстро. Я думал, что сейчас будем 2 перебора делать. Так, хорошо. Мы с собой отсюда свалили. Молодцы. Здесь есть какая-то штучка. А у нас как раз есть рычажок. Чтобы что-то, видимо... А, это, видимо, потайная дверь. Окей, я тебя понял. А мы должны просто отсюда свалить? Или где? Или еще? Еще какая-то... А, это вот эта вот сама статуя. Слушай, а статуя мы, походу, где-то ее видели. Или не совсем? Здесь больше ничего, как я понял, нету, да? Ну, видимо, нету ничего. Я ведь точно правильно понимаю. Да, мы, кстати, тут тоже это вот видели, когда вот отсюда смотрели. Так, хорошо. Это у нас, получается, будет зону с... Яйкс. Ой, а сюда даже могу зайти? А это чтоб меня он обратно не засунул. Окей. А где... Тебе я палишь или где, или что? Да, он меня, скорее всего, спалил. Какие золотая рыбка. А как тут тебя пройти-то? Мы с тобой нашли огнетушитель. Это мы, конечно, молодцы. Здесь вроде бы... И чего больше нету. Ага. А шо, что мы уж делаем-то? Тихо. Не урчем. Так, а куда мы можем с тобой пятачок свалить? Да, это и закрыл. Так легко и просто ничего не выйдет. Ну, здорово, чувак. Че тут делаешь? Я, это... Вы... Тебе это все понравилось, извиняй. Тихо. Дюрчий. Блин, не получилось, скорее, на цвету. А смысл, ты че такой умный? В смысле? Я там так прыгал и распрыгивался, обосраться, не сраться, как весело было. Так ты где? Может, я просто вот эту дверку открою, а ну ты типа не работаешь. Понял тебя? Слушай, и че бы нам найти-то, по идее? Ты тоже не работаешь. Ты тоже не работаешь. Че могу хотя бы это... Единственное, что тут можно потушить, это... Камин? Больше как бы нечего. Я их запить, а тут упал. А шо шагузил? Шо шо такое? Это... Обязанологи, ей-богу. Так мы там, по идее, его обманули. Окей. А, да и ты добежал до меня. Блин, тут такая тупая ситуация, когда ты хочешь вот этот дебильный, этот, как его. Как за эти? Ну, в принципе, ладно, пусть ловят меня, мне по барабану, как оказывается, он даже огнетушитель не хочет убирать. Окей. Че вы с собой еще пропустили? Здесь закрыто. Закрыто. Тоже закрыто. Тоже закрыто. Вон там что-то может быть сверху. Здесь что? Что могли с тобой пропустить? Мол, ты, штука, никак не открываешься. Это сейчас соси суда прибежит. Так, подожди. Пока не понятно. Пока не понятно, что от нас требуется. Ну, конечно. А, вот он, ну че. Е. Можно вот сюда куда-то пройти. Здесь у нас еще один огнетушитель. Еще один огнетушитель и везде нам нужен гаечный ключ. Вот прям обосраться как нужно. Дай его только это. А так, где меня палишься? Есть слон. Да как ты это делаешь? Да хотя ее легко вроде как это выбить. Тихо. Аурель быстрее, по-моему, стал. А с тобой есть слон. Но гаечный ключ мы с тобой не нашли. Допустим. Может быть все-таки где-то вот тут сверху. Да походу нет. По-моему, мы с собой нашли. Мы нашли еще с тобой этот... Как его? Как ее? А почему она реально ставит? Не было уже тебя. А ты козел? Блин, еще у него там есть. А что я буду делать? Да ты понимаешь, как он бегает? Да ты что такое-то? У него вон он я. Кто-то такой сзади имеется. Или вот знаете, по-моему, гаечный ключ? А как мы его должны снять? Может его как-то сюда надо... Зафигачить. Иди сюда. Тихо. Не по лебеням. Гаечный ключ мы с собой стерили. Я-то думал, что это вот там такая интересная локация-то. А вот, видимо, как-то так и надо как раз гитерить его. Хорошо. Ихер, вы с тобой в момент-то мы сделали. Идем тогда вниз. Откупорим вот эту. Тихо-тихо. Он слишком быстрый. Я бы даже сказал, сверху быстрый. Так, еще одна штучка мы тоже сделали. А тебе ничего не напрягает? Ну ладно. Давай-ка ты туши, смотри. Подожди, как тебя забрать? А, ну спокойно тебя и забрать. Я думал, что он раскаленный. Так, хорошо. Но это мы с тобой пройдем. Дальше нам нужно что? Так, я помню, что-то где-то еще здесь было. Вот он, один еще. Ну так у нас уже был огнетушитель. Иди, нам не нужен. Так, давай-ка тогда огнетушитель попробую сломать. Да иди ты, срак. Участь слова. Тут и стоишь, а пока никогда не делаешь. Тут и там стоишь, бесишь меня, козел. Иди сюда давай. Иль иди сюда. Только давай-ка ты возьмешь вот эту херовину. Тихо. Вот это вот можно деактивировать тачек. Ну-ка и что, получас мы с тобой вышли. Мы с тобой молодцы. Айда, валить. Айда, ну, и что засталешь? Иди, уйди сюда, мацюнэсь. Только там кафкан аккуратней. у дико любовь у меня походу словно глава короче нифига не понятно да у меня поход другой может мы за ребенка играем на самом деле сосед это переодетый пире тут рассмысленно тоже ребенок а на самом деле педофил от лита он как раз там заловил другого дружеса вы хотели спасти от одного педофила в итоге выходит другой это получается седал смотри как удобно ты прикольно получилось и получится всего да слушай а я как раз кидом лучше мне сейчас за финале чтобы нормально этого муравейку заснимать а то как-то без опять если все забил ну как забил и там все во что если сейчас ну типа одну игру я как минимум буду проходить это все пешка да сейчас я по-моему ее не осилию сейчас я это хочу чуть-чуть бы такого расслабания нужно обязательно найти игру нам для расслабона если пешка это на почитать на интересную историю наконец-то цель нашел вот для расслабону ну типа наверное этот как ее кейдос но хейдос что-то как-то так идеально в него нужно голову включать чтобы понимать еще что там происходит ну как голову включать в том плане что если расслабон туда придут она менящики как не зайдет я это уже понял там надо что-то выкупить а чё выкупить пока не понятно слушай я тут пока рассказывал про хейдос и сапишки я чё-то как-то это забыл рассказать про самую игру вот этого соседа есть честно плати по нормально я не скажу то что это прям какой-то обосраться шедевр в отличие от первой части здесь графика стала ну вот прям в разы лучше если не изменяет мне моя память но при этом меньше как-то локации что ли здесь локации это получается сам вот этот огромный город и по нему типа можешь ходить бродить делать чего угодно по факту она все равно закрытая то есть ты понимаешь какие домики ты можешь заходить в какие не можешь вопрос остается кстати открытым насчет вот этого дрона нафига вообще нужен и нафига между прочим будет долго как ее сюжет называется тип этот квадрокоптер или как-то так чем его прикол зачем он нам был нужен вот без понятия походу для каких-то спидранеров которые там с помощью этого дроны улетают в космос и проходит игру автоматически ну да пока и не понял для чего и зачем видимо просто чтобы полетать нас насладиться посмотреть я завершили игру на данный момент но история мистера петерсона еще не окончена внимательно следите за будущими событиями у нас еще много планов так что скоро увидимся теперь вы перейдете в режим свободного исследования где вы можете неограниченно передвигаться по всем локациям раскрывать городские секреты и любоваться красотами уровнях ручей у ручьев точнее ошибы за прохождение игры как этого не за что так хорошо а я могу куда-нибудь а ну и да и вот да и мне вот как раз кидали этот геликоптер а может он кстати этот дрон он именно для этого и создан чтобы просто или летать и смотреть всякие разные секретики пусть и по уже наверняка где-то есть какой-то секретик и какая-то другая веселуха и всех исследовать на своих двоих это будет неудобно атаку тебя дрончик есть и крюк зачем этому дрончику для того чтобы этот дрончик мог как-то я короче не знаю скорее всего как-то так ведь я могу сказать давай-ка пойдем все-таки в красивое место и там я наконец-ки завершу так сказать расскажу тебе чё про что что мне здесь нравится еще мне здесь не нравится потому что нам нужна музыка нам нужны красоты здесь на здесь много всяких разных отсылочек для людей которым вот нравится вот это все хернёй заниматься из разряда там выискивать каждую радую штучку в локации вот это прям для вас можно верно как-то так сделать сня мы тебя закрываем получать тебя тоже закрываем красиво локации закройся так что тот поезд не едет мы его никак не можем это обратно зафигачить печально ведь а он раньше еще был в этом моменте прикольный акрин ну еще еще что я хочу тебе сказать игрушка довольно таки интересным довольно таки прикольные но у нее есть равно свои погрешности в отличие от первой части здесь локации менее такие импичные что ли я помню первую часть хоть и с мугла хоть где-то там далеко но не в нашем районе был помню в ней локации были более прикольные что ли более масштабные здесь же у нас просто с собой один получается город маленький деревушка такая считай американская где ты ходишь по разным домикам и разгадываешь загадки принципе как игра головоломка чисто такая легкая на вечерок 2 вполне себе зайдет почему бы и нет сюжет здесь ну типа точно такой же как и головоломка тоже относительно не алю просто по приколу можно чё бы и нет сюжет он такой же первой части у как-то был получше если честно но это не значит что вторая часть прям хуже и все не играйте нет наоборот графика улучшилась визуальности вот прямо реально да моё почтение довольно таки прикольно выглядит тем более не изменили в себе все точно также выглядит очень странно то есть раньше там домики какие-то были укуренные обкуренные здесь они такие же укуренные обкуренные остались то есть тут также и не поймите что еще происходит хоть и и такие какие-то огромные сферы дома но приблизительно как-то так че еще те могу рассказать могу рассказать что головоломки стали вроде как поинтереснее первые части они по-моему ну не настолько были интересны искусственный интеллект по моему нихрена не изменился хоть они и говорили то что он как бы лучше стал но все такой же злобогонный все такой же непонятный все такой же бесящий так что как то так еще может но недостаток сказал то что локации стали менее эпичные сюжет тоже менее эпичный стал он более такой тривиально стал головоломки вроде бы улучшились а ну еще еще могу сказать насчет коррором эта игрушка во всяком случае первые участие на его и по как бы претендовала на хору там же за тобой кто-то бегает и этот кто-то он как-то с тобой бегать у тебя включать это страшная музыка ты должен короче бояться иногда действительно когда там сосед неожиданно появляется это все равно ну реакцию какую-то выбивает и на страх а скорее просто на дергание ты рефлектор доходишь куда свалить потому что знаю он еще поймает будет короче не прикольно все заново начинать раньше были ловушки всякие разные теперь ловушек никаких нету чем был прикол ты к сосед заходишь в дом что-то там делаешь и сосед если тебя ловит то он берет заделывает эти окна заделывает то что ты там сделал и ставит капканы и это типа каждый раз типа игра на постоянно усложняется разработчики они это убрали и на самом деле я знаю что вроде как если не ошибаюсь они вроде по русские разработчики то есть не русский то ладно если скажу просто так хотела вы и вот разработчики серьезно упустили очень крутую вещь вашей игре ваш сосед в первой части он ощущался как что-то такое настоящее то что может меняться чтоб понимаешь что ты что-то делаешь и он соответственно будет вот это что-то потом исправлять за игроком сломал окно он тебя поймал он зафигачила так ну вот и тебе как их палками каким-то и поставил туда еще капкан пусть и этого разломаешь все это получается опоры и заграждения он туда фига капкан поставит или допустим вот и слишком часто пользуешься лестницей вот себе туда капкан поставит когда тебя заловит и в итоге он таким образом прокачивался здесь элемента прокачки никакого нету и при этом вы еще говорите что якобы у вас искусственный интеллект стал покруче но счется как-то как по мне нет он стал более такой тривиальный что ли вот как-то так вам надо было усовершенствоваться вон в ту как раз ки историю где вы делать какое-то действие вас хватает и потом вот это вот тот кого схватил он потом вам палки в колеса будет вставлять там сами всякие разлить другие ловушки от которых вам нужно выворачиваться это было бы интереснее но может быть был бы более зоопарда в том плане что бы это как же ты заколебал эти капканы свои ставить козел и тыры пыри да как по мне мне кажется что именно в этом была зимынка первой части одна из ну и так же сама дрешачковость вот этого всего здесь стрэш он прямо оттуда лил потому что странные дома странная херня и он каждый раз какой-то новый еще больше тыры пыри в жопе дыры вообще что происходит вот примерно как-то так вроде бы все рассказал все свои какие-то такие вот эмоции которые пришли в голову чего могу сказать по поводу игры то вполне себе комендую вести нравится чисто вот такую вот жанру и по головоломисты но при этом чтобы головоломки были вообще совершенно легкие чтобы ты просто мог ходить бегать что-то тут происходило с красивым визуалом и более-менее музыкой то вот я тебе эту игрушечку прям советую еще бы идет довольно таки легкой визуал хороший музыка саундтрек точнее тоже хороший а чё еще надо сюжет конечно да такую себе сам искусственный интеллект тоже такую себе но если бы он был слишком запарный я имею ввиду что он тебя виду иногда тупит то может быть я бы это уже бы не зашло там слишком сложно как-то так в игрушке у нас на самом деле есть еще дополнение под названием секретные какие-то файлы назад в школу вопрос на миллион будем ли мы эти длэски-то проходить или нет потому что вот я знаю есть вот эту длэск можем ее запустить если она сейчас загрузится загрузится быстро этого за это меня на самом деле она не на ssd игрушка почему-то долго грузится и она вроде у меня вообще на и созды и при этом сразу долго грузить короче без понятия все происходит ну короче у нее проблем вот можно по идее да пройти еще и топ локации вот до 10 назад школу здесь снова нам дают дрон вот этот и с помощью может быть этого дроны и здесь как раз кем с тобой учета можем сделать вот у нас огромная школа и видимо здесь мы с собой будем бегать ходить и селиться да и огромную локацию если тебе хочется чтобы мы чтобы я прошел еще и вот эти длэски вот пишет кабин есть не кое-что в принципе ты и ладно а пока я думаю что все можно на этом закончить им спасибо за просмотр подписывайтесь ставьте лайки комментируйте рассказать друзьям всем удачи всем до скорой трич и усим пока и это пока что финал и и